Всем привет! С вами Андрей. У нас, собственно, рыцари бумаги и пера третья часть. Собственно, давайте заберем ежедневные бонусы, которые нам выдают за входы в игру и так далее. Забираем их. Нам дали зеркало, оно, по сути, бесполезно, квестовое предметы основное. Забираем книги 17 и 15 уровень, в данный момент у нас именно они актуальны. Эти книги, они, собственно, чтобы их получить, вам нужно прокачать, собственно, вот эту библиотеку, так называемую, Аллах, Магназ. Чтобы вы вкратце имели представление, что у него за персонажи и какое у них снарядение, я вам вкратце сейчас расскажу. Собственно, вар, профессор, человек. Профессор у нас, враги, 15% шансов именно бить имя нашего вара. Вот, потом у нас идет клерик, так называемый торговец-человек. Торговец у нас 10% за квест, золото дает. Дальше идет у нас рога эльф-татуировщица. Почему именно эльф? Потому что элементарно, роге не хватает магического потенциала, магии. Собственно, эльф добавляет, собственно, как вы видите, вил плюс 1, собственно. А вилл это у нас так называемая магия, у нас она, поэтому она немножко добавляет магическую силу. Татуировщица это самый полезный баф, наверное, из сейпатия, потому что он снимает один рандомный дебаф при начале своего хода и накладывает один рандомный баф, что очень-очень полезно. Потому что иногда такие жесткие доты снимаются, например, кровоток чуть ли не по 30-50, а он просто взял его и снял с помощью татуировщицы. Это очень-очень полезно. Да, если, конечно, вас накидывают к большим количествам дотов, то вам это особо не поможет. Для этого поможет Блэс, который у Клерика присутствует. Собственно, следующее, это у нас Хуман Констеболи. Хуман это у нас, собственно, человек. И Констеболи, это у нас при начале боя рандомный ваш враг будет получать минимальную инициативу в бою. То есть он будет ходить самый последний. Ну, пока я ничего лучше не нашел, поэтому поставил именно так. Паладин. Паладин, рыбак. Он так, наверное, салти от, собственно, соль. Но, по сути, это Фишер. Враги 10% то, что будут атаковать именно, собственно, нашего паладина. Ну, так же Хуман. Вот. Давайте вместе с вами прокачаем нужные нам скиллы в данном моменте. Я, собственно, рассказал ребятам. Давайте, во-первых, прокачаем. Давайте посмотрим, вообще, сколько у нас всего. Чтобы мы имели представление. Можно посмотреть. А, мы еще не ежедневно не забрали. Давайте заберем ежедневную награду. У нас сегодня 30, собственно, слитков зелененьких. Зелененькие слитки у нас 5-10 на предметы. На тебя зелененькие слитки сразу выкладываю, чтобы они не отсвечивали. Я тут подумал, в идеале нам вместе с вами прокачать полностью весь город, по возможности, по крайней мере, сколько хватит денег, имеется в виду, для того, чтобы получать максимальный бонус, например, от той же гильдии, получать максимальный бонус и так далее. Для того, чтобы прокачать максимальный город, нужно качать вот это основное здание, так называемую ратушу. Качать на максимум. Давайте ее прокачаем. 12. 15. И, собственно, последний уровень, 15, это максимальный уровень ратуши. Собственно, мы прокачали максимальный уровень ратуши. И, кстати, теперь у вас нет денег. Ратуша максимального уровня. Теперь мы можем все остальные строения улучшить тоже до максимального уровня. Возможно. Вот. В идеале, конечно, магазин прокачать, но он очень дорого качается. На максимуме у него, чтобы прокачать, нужно 13 тысяч, не так много, кстати. При прокачке магазина увеличивается уровень предметов, которые они продают. Примерно у нас состоит 10 уровень предметов. И продаются предметы 10-11 уровня. Чем выше, собственно, уровень магазина, тем выше качество предметов, которые они продают. То есть, например, у меня поначалу продавались серые предметы, потом вот зеленые в большинстве. Теперь, как вы видите, синие. Синие-зеленые предметы. Вот. У меня, получается, хранилище на максимальном уровне в данный момент, потому что больше его не прокачать, как вы видите. В идеале, конечно, еще библиотеку прокачать, но я не всех персонажей прокачал до, собственно, даже до 17-го уровня их умения, поэтому пока библиотеку рано. Также присутствует храм, но храм это чисто, скажем так, ну, донатно-рекламное. То есть, вы, скажем так, плюсы разработчику будете отправлять, ну, как бы и себе тоже. Ну, тут есть хорошие, действительно, бафы, но для нас они, в принципе, можно прокачать в последнюю очередь. Кузнец тут качается, например, очень дорого. Как вы видите, чтобы прокачать кузнец на следующий уровень, нужно 144 тысячи этих 100 монет еще на кучу. То есть, ну, это, в принципе, копейки, если в общем-то, в общем чертах смотреть, но в целом, конечно, не особо приятно. Ну, как вы видите, давайте посмотрим, какое у нас максимальное... А, максимальное мы не поспорим. Хотя нет, мы посмотрим, это у нас гильдия, да? Давайте посмотрим, какой у нас максимальный уровень гильдии. 15 уровень гильдии, как видите. Поэтому у нас еще 7 уровней сюда качать. Ну, скорее всего, нам просто денег не хватит. Давайте покачаем гильдию. Давайте покачаем гильдию. Собственно, один уровень, два уровня, три уровня, четыре. И у нас закончились, как вы видите, кристаллы. Ну, бывает и такое, на самом деле. Кристаллы получаются за задания в основном. Также за достижения можно получить кристаллы в ратуши, которые получаются. Вот. Как вы видите, часть достижений... То есть вы убили, например, этих отражателей 20 штук, ну, 100 штук и получили, например, 20 кристаллов. Убили этих мелких отражателей. Ну, и получили монету и немножко опыта. Ну, и остальные похожие тоже квесты. Таким же образом они проходятся. Я просто половину из них прошел, и из-за этого мне вот кристаллы понадавали. Также они за квесты проходятся. Вот, например, вот убить троллей. Кристаллы дадут убить там. Тех же самых магических харпов и так далее. Вот. Немножко прокачали, неплохо. Давайте посмотрим, что у нас. Ну, во всех, у нас очень мало денег осталось. Нам бы, конечно, в идеале эту гильдию докачать уже, чтобы она нам не освечивала. Видишь, может какие-нибудь более полезные предметы будут нам давать. В общем, потому что у нас очень мало денег, в идеале сегодня вместе с вами похармить зелку. Кстати, я так и не добил этот рыбу. Ну, собственно, давайте добьем рыбу. А, нет, я добил рыбу, я не забрал награду. Вот, собственно, я не забрал награду, я получаю награду. Огненную, так называемую, арбу. На самом деле, арбы вообще очень полезные. Но единственное, о том, нужно знать, что ваш класс будет делать с этими арбами. И также я рекомендую сразу их выбирать, потому что ваш... Они будут очень сильно мешать их, в инвентаре. Они будут постоянно показывать то, что как будто вы что-то можете улучшить. Хотя, на самом деле, вы ни хрена не можете улучшить. И вам это и не нужно просто. Вот. Поспорим по квестам. Тут нам подсказывают то, что мы можем убить, собственно, малых лобстеров. И учить за них вот эту вот скляночку. Наверное, не улучшаем она бы нужна. Давайте еще поищем. Здесь 13 уровень, пойти в лес по защите. Но я думаю, давайте пропустим. Давайте побольше возьмем уровни, имеется в виду, задания. Для того, чтобы у нас побольше монет. Вот, собственно, 34 уровень, я думаю, оптимальный. Низин, вообще не полезен. Ну, а так он будет более-менее оптимальный. Вот, собственно, три зеркала, которые можно выбить. Прийти в этот город и выбить его, так называемый, подводный. Прийти, выбить. И нам дадут немножко денег. Давайте заберем, как говорится. А! Мы уже его закончили. Зеркала у меня были в инвентаре. Но, опять же, это если вы не убираете квестовые предметы из инвентаря. Квестовые предметы, что я имею в виду под квестовыми предметами, это такие предметы, как, собственно, кандибар, так называемая сладость, картошка, потом еще квестовые предметы у нас авокадо, бывают, собственно, банка. Вот это вот на рефлексе. Также квестовые предметы бывают сэндвичи, картошку я уже говорил. Ну и, собственно, как бы все. Вот это вот квестовые предметы. А, еще мухаморы очень редко бывают, но их тоже иногда запрашивают. По квестовым предметам. Как вы видите, армор надо прокачать на следующие уровни. Как я говорил ранее, максимальный уровень предметов это, ну, по крайней мере, как я смог заметить, это, получается, десятый уровень для серой экипировки, для зеленой это пятнадцатый уровень, для синей, собственно, это двадцатый уровень, для фиолетовой – двадцатый. Ну, для оранжевого, которого у меня еще не было ни разу, тридцатый, скорее всего, уровень. И перерождение, так называемое восхождение, оно у нас прокачивается вот здесь вот, так называемой в печке, стоит делать на максимальном уровне предметы и с максимальным, ну, желательно, по возможности, максимальным качеством, то есть фиолетовый, либо оранжевый, если вы сможете их найти и приобрести, для того, чтобы они вам давали максимальные возможные статы. Потому что при перерождении, как вы помните, в одной серии при перерождении предмет, он забирает статы текущего уровня. То есть, если, например, у нас на посох 17 уровня, мы его переродим, то у меня статы начнутся с 17 уровня. А если вы прокачаете посох до максимального уровня, возможного на этом посохе, то они начнутся именно с максимального уровня посоха. Я надеюсь, вроде бы, по-понятному объясню. Вот. Нам в идеале кристаллики поформить, но нам что-то как-то не дают. Собственно, вот, тоже нам говорят, уж нужно сделать квест, давайте его тоже попытаемся поискать. Прибежали в подводный город. Как вы видите, тут много мобов, с которых может упасть квестовый предмет. У нас, собственно, один уже присутствует, нам еще два осталось можно выбить. В большинстве случаев с боев выпадает один предмет. Очень-очень редко, когда выпадает по второму предмету. Поэтому не стоит особо сильно много рассчитывать на это. Одного забрали. Они бахаются на деф, но для нас это неинтересно. Убираем крайнего. Собственно, выбили второй предмет. Пытаемся забить его молотом. У нас получилось это сделать? Мы получили зеленую броню, но для нас она бесполезная. А, я, кстати, еще и экипировку не прокачал, да? Точнее, навыки у наших ребят. По нам раздамажили магией. Давайте убьем этого мага. Он нам больше не отсвечивал. Нам дали еще книгу. Давайте посмотрим, что хп 3000. То есть у нас без шансов его за один удар, пока забрать, кроме роги, я не точно не стану сделать из роги. Мы кинули на него роте, так называемое понижение уровня хп. И рога сейчас его просто должен забрать. Нет, не смог он его забрать. Он просто закончился в магии. Но чтобы восстановить магию, стоит использовать лерик. Обратите внимание, там выпала еще одна книга. Там даже две книги выпало. Одна из них ветеранская, собственно, 13 уровень. Разная бесполезная. И седьмая тоже, два, бесполезная. И зеленая роба выпала. И кандид бар, собственно, выпал. Собственно, квест и предмет, который нам нужен сейчас. У роги плюс один уровень, 37-й уже. У него прокачалось трилсложение, так называемое боди. Давайте расщепим лишние, ненужные для нас предметы. Собственно, расщепим это боди. Хотя в теории, наверное, она была бы лучше. Но ее надо посмотреть сейчас повнимательнее будет. Что касаемо книг, их стоит сразу переложить в хранилище, потому что они для нас бесполезны. Но другим персонажам, кто не прокачан у нас в данном моменте, они подойдут. Давайте посмотрим на боди, что она еще представляет. Ну, 150 для группы членов, но для группы нашего пати, так называемое, это бесполезно. Собственно, энергия, деф и скорость. Ну, в принципе, энергия неплохо. И скорость неплохо. На самом деле, Роба была бы полезная для, наверное, магов, к их нему, либо для Роги, чтобы ему не давать. Статы ненужные. Давайте прокачаем. Как вы понимаете, Робу я немножко подкачал. Ну, а теперь 17 статы. Давайте подкачаем немножко танка. На него блок с 15-й книгой, с 13-й на 14-ю. И с 14-й на 15-ю. Потом идет две 17-й книги. Это на 16-й уровень, и на 17-й уровень. Собственно, подкачали. Теперь качаем еще защиту его, для того, чтобы он получше защищал наших союзников. Книги, как вы понимаете, я покупаю в библиотеке. У нас уже защита 52. То есть, мы, когда танк рандомно защищает, мол, ну, вашего, получается, союзника, у которого меньше всего хп, окажется, в бою, и он получает, точнее, я получаю, тут получается перевод следующий. На союзника вешается щит, который, у которого меньше всего здоровья, который забирает дебаф союзника и защищает на 52, возвращает его дамаг. на 52% меньше. На самом деле, очень полезно, но насчет агры я сомневаюсь, что его стоит вообще качать. Что касаемо шамана, я очень часто использую дождь, поэтому стоит его вкачать. Давайте называемую спелл пауэр, магическую силу. Но это также групповой хил ему стоит подкачать, для того, чтобы вам просто... А вот эти, в принципе, две, они, по идее, бесполезны, потому что вот это я практически не пользуюсь австральным планом. Это получается врага, точнее, вашего союзника в следующий год не атакуют. Но на самом деле его могут атаковать, если урон по всем будет идти, то на него тоже урон пройдет. А это просто передвижение инициативы, то есть ваш союзник будет ходить после шамана при передвижении его. Ну, лечучка в любом случае нужна, поэтому давайте прокачаем. Вот, собственно, у нас немножко потолще стал этот. Ну, паладина также в идеале прокачать по толще навыки и посильнее лечения собственного паладина. Тут самое основное, конечно, это гартаура, потому что она основная. На втором месте, конечно же, стоит стан качать, чтобы была возможность станет сильных врагов. Ну, молот так чисто, чтобы посильнее урона наносить побольше. Лечение, но сомнительное, очень редко используется, есть только в фрагических моментах. Прокачали гартауру. В теории, давайте попробуем еще щит качнуть, хватит ли нам на этот книг. Да, нам по крайней 15 точно хватает, но и до 17 посмотрим. Да, нам хватило книг, собственно, так называемые баш на минус 12, то есть, что важно постараться защититься от этого баш еще. В идеале еще подкачать молот, но молот он не самый полезный. В принципе, также еще хотелось бы прокачать блэс и резурект, чтобы мы могли воскрешать союзников, но опять же, воскрешение, оно временно, но чисто на бой идет. Также есть групповой хил, но он ранее редко используется мной. Чаще резурект союзников. Вот. Ну, я думаю, у нас есть усиление так называемое плюс 5 на все спас броски для пати так называемые, но у нас если она как раз суммируется с его этим, то есть у меня сейчас 13 это плюс 5 это уже 18 то есть в теории против каких-нибудь дотеров, которые кидают дотами, дебафами так называемые, это очень полезно. Давайте посмотрим, сколько у нас осталось книг, чтобы в общем иметь представление в целом. У нас осталась одна книга как вы понимаете, то есть одна книга 15 уровня. Больше пока у нас нет книг, поэтому надо искать качать дальше. У нас как понимаете, нам нужно еще одни конфетки найти давайте выбьем. Немножко подкачали неплохо в идеале монеты на эти монеты опять же они по квестам падают, поэтому их стоит именно с квестов трясти. Либо с заданий, которые идут выбрали выбрали убрали этого, ждем пока походит электрический игру друг с болтом со своим. Собственно нанес много урона. Даем ему слабость и бьем его бакстепом. что рога постоянно может бакстепом у него инициатива всегда будет номер один благодаря треньке которую мы нашли. я вам его не показал а она так выглядит. Собственно я нашел эту треньку также по квесту по пассивному квесту я ее смог выбить. Также есть тренинг у меня интересная вот я выбил когда плагирование 90% урона. Для паладина то есть для танков это вообще шикарно. Также можно отдать ее в принципе хилам они их вообще тогда не пробьют. Но опять же жалко что тренька в единственном экземпляре она выдавалась по квесту. Поэтому обидно конечно но все-таки дали нам синий свиток и дали немножко золота. посмотрим что у нас у нас тут еще есть вот это сопровождение опять же квест 12 уровня интересная давайте пока похороним еще немножко золота приедем сюда 33 уровень обратите внимание синий предмет при атаке наносит 30 урона ядом таргет цели это шикарная вещь на самом деле ее стоит использовать и стоит выбивать второй предмет нам не актуален давайте попробуем ее забрать что нам нужно будем сейчас посмотрим что нам нужно понятно не обязательно идти и двигаться именно в квестовом направлении вы можете в любом другом месте увидеть то что вам нужно единственная проблема в том что они не всегда падают с ног которые нужны имеете ввиду подки побочные предметы которые выдает сейчас посмотрим падает ли она здесь она здесь не упала а нет смотрите кандибар так называемый чупа-чупсик не кандибар она по-другому называется но факт том что она тоже конфетка квестовая обратите внимание один из четырех мы в правильном направлении пришли и как я понял она с жука с этого центрального моделька падает наша задача рога учитывая что ходит первый нам в идеале еще помог прокачать молот и для этого нужно еще нагревик прокачать ему молот да видите именно с этого центрального моделька правда это не парк то есть мы в принципе получаем за грубо говоря за одно движение ироги за то что он всегда ходит первый а тут как видите этого нету мотылька но нам львов сейчас стоит их пробить нас не обгонят инициативе потому что у нас львов еще первая инициатива вопрос хватит нам урона ну как вы видите бой вообще грубо говоря в одну кнопку идет на самом деле это на высоком уровне очень актуально поэтому очень важно прокачать именно этот массовый удар уроги кандемаркет ну будем так называть его на самом деле это конфетка собственно мы выделим все конфеты нам об этом сказал идем собственно за отравлением на самом деле это отравление очень интересное почему интересное оно конечно не всегда будет стакаться но факт остается фактом то что как вы видите мы его получили в виал 11 уровня потому что у нас скорее всего этот магазин 11 уровня из этого взял как я думаю по крайней верю вы видите то есть прокачали бы marketplace возможно у нас опять же он тут нам его влюбл еще нужно качать у а и а темы под уровень просто максимально уровне как я понимаю здесь будет в marketplace 15 заходим в ракушу собственно ищем как выглядит marketplace он присутствует максимально уровнем 15 то есть нам грубо говоря осталось 4 уровня и все но у нас видите кристаллы очень быстро закончились собственно у нас грейзианый нож который как вы помните мы в прошлой серии перевели на следующий уровень но я не докачал его до конца из-за этого мы очень сильно потеряли по стартам для него давайте посмотрим что еще есть обратите внимание арба есть давайте ее позже попробуем забрать тут нужны мухоморы чтобы выбить эту арбу давайте заберем квест и пойдем выбивать мухоморы нам говорят что надо идти туда но мы идем в противоположную сторону для того чтобы побыстрее выбить эти мухоморы на самом деле у нас они скорее всего есть всем давайте посмотрим сколько у нас их по квесту у нас два мухомора по квесту но они просто с рандомных мобов падают из-за этого у нас их целых две штуки потратили грубо говоря 2000 туда 2000 обратно 2750 если бы точно в дороге стоит но если квест 33 уровня то около примерно 30 тысяч на дать и как вы могли увидеть нам не падают мухоморы здесь это говорит о том что нам нужно двигаться немножко в другую сторону здесь конечно у нас не фиксированы моба если у нас фиксированы моба то есть например убить 4 лучника то понятное дело нам нужно убить именно 4 лучника но у нас не квест на 4 лучника у нас квест просто и нахождение собственно 4 лучника у него очень много здоровья давайте мы дадим баш то чтобы он не ходил он не сможет ему сопротивляться потому что там минус 12 я думаю надо именно старатэ дать наверное яд шаману который мы вместе с вами выведем видите здесь не дают мухоморы что очень плохо давайте вместе с вами пробежимся собственно сюда пытаемся забрать мухоморы оттуда говорят что они со всех могут упасть давайте поставим хард просто больше опыта получить хотя ничего не изменить тут надо ваншот собственно медузу так называемую потому что она бьет по площади повторы по опасности у нас присутствуют рыбы потому что они бьют обратите внимание мухомор с этого упал давайте сагрим их обоих на себе один бафнулся на урон а паладину мы дадим стан паладину дадим стан для того чтобы рыба никак не реагировала собственно рыбу мы забрали мы скорее всего не сможем выбить давайте чтобы лишнего урона не получать уберем как вы видите немножко на 100 калорат всего лишь 1000 хп но я думаю все таки дать яд на самом деле у меня присутствует помимо яда еще присутствует сон вот но смотрите собственно присутствует яд это не на цель 30 единиц на самом деле это очень много а так же у меня присутствует сон но сон не сильно большой непонятно сработает ли он или нет насколько там он минус пасочки поэтому поэтому в этом вопросе немножко непонятно по идее эффективнее всего конечно именно сном я думаю попробуем вместе с вами ядом и попробуем немножко нашими врагами потому что они будут элементарно от дотов падать вот нам просто добить сейчас вместе с вами еще один мухомор давайте это сделаем добьем мухомор значит нам наша задача забрать задника для того чтобы они не сильно намажили вот этот моб под номером стиля у нас стан прописывает поэтому нам это не нужно мы его убираем отсюда никто из них текущий дота не бросает поэтому нам в принципе можно наносить дамаг в принципе можно попробовать дать стан но я думаю стан неактуальный будет давайте просто дадим защиту на 258 урона на самом деле защита очень важна в плане того что блок на 42 у танка и как вы видите сработал снеппер татуировщица татуировщица мы выдали книгу она сегодня по внешним качествам обычная для нас настройки будет не актуально потому что она не подсвечивается у нее нет ни зеленого ни синего сияния для нас книга бесполезная урона не хватило на самом деле паладину очень важно отдавать урон для того чтобы он тоже наносил на мак приносим остальных переагрили мы чтобы они все делили а собственно только танка пытаемся забрать рыбу понизили ей так называемый урон не сильно нам конечно все таки добили мухомор получили хорошо мухомор у нас является квестовым предметом нам должны сказать что нам можно пора возвращаться возвращаемся и забираем собственно рыбу которая дает высасывание жизни вставление вставление в оружие вот так называем арба на самом деле арба очень полезная ее у меня она стоит в данный момент у как я говорил про книгу она бесполезная видите седьмого уровня у нас пытается обмануть этот посмотрим что еще тут есть еще один сильный смиток за картошку кстати мы можем его бесплатно сделать как вы помните в одной серии 100 картошки получили то есть для нас по сути этот квест бесплатный то есть но мы уже нашли 100 картошки поэтому для нас квест найти 4 картошки бесплатный скажем так убить больших лобстеров и собственно так называемое сопровождение но опять же она девятого уровня для нас в принципе она не актуальна давайте сопроводим в соседнюю локацию так называемую деревушку на вас напала медуза она вносочек хоть последняя потому что как вы помните у нас констебль стоит вне зависимости от того ну а рога у нас ее просто забирает нам дали сэндвич сэндвич является квестным предметом также можно его съесть и у вас на несколько ходов на несколько боев увеличится статус очень полезный предмет есть перед тяжелыми боями стоит бахнуться для того чтобы просто не получать облить мать квест есть есть обратный квест можно его взять ну потому что они 50 ману бат это прямо я не знаю я даже не представляю где их искать на самом деле их скорее всего на кладбище надо искать но опять же они являются сильными мобами имеется ввиду то что они на харде только появляются поэтому вам нужно будет убить всех на кладбище а что за кладбище я имею ввиду кладбище это вот эта соседняя локация рядом с нами геметри вот вот собственно поэтому верю квест на возвращение в город так называемый деф на входе ну и конечно мало денег там принесет но все нам не дают квесты на кристаллике ну не страшно я думаю кристаллы мы все равно сможем убить получили какой-то предмет свиточек для нас он неактуален ну собственно квест закончен на самом деле очень-очень удобный квест вот эти вот две локации они прямо очень-очень быстро пробегаются обратите внимание нам какой-то новый предмет дали увеличение скорости на 42 на самом деле это не особо полезный предмет одна картошина в диаметре лучше не идти там дорога около 10 тысяч стоит то есть вы не окупитесь просто элементарно ну вот можно за самочек конечно либо три беля фиш но опять же они такие себе как вы видите квесты обновились потому что они временные ну вот собственно вернуться в город давайте вернемся в город хороший квест ну а что мне нравится пришел взял квест на возвращение в город и ушел на нас большой лобстер напал давайте его уберем побыстрее чтобы он не отсвечивал здесь пакстэнп его убирает тарс 6200 собственно для него закончился получили некоторое количество монет и на этом мы наверное закончим все всем большое спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok